Единоросс Евгений Фёдоров планирует осенью 2012 года запустить процесс национализации рубля. Как думаете, что конкретно сделает Центробанк для противодействия этому процессу? Здесь хочется уточнить. Евгений Алексеевич действует в рамках рабочей группы, которая была создана. То есть это не одиночка, безумец, бросивший вызов машине Центробанка. Мы вместе разрабатываем определенные законопроекты. В рамках рабочей группы участвуют наши коллеги из профсоюза граждан России, из партии «Новая Великая Россия», из других патриотических сил. Разработанные законопроекты вносятся в Государственную Думу именно Евгением Алексеевичем. Почему? Потому что закон не дает возможности кому-то еще, кроме депутата Государственной Думы, заниматься законотворческой инициативой. Правительство может, президент, но в нашей рабочей группе ни председателя правительства, ни президента пока еще нет. Поэтому мы пользуемся тем механизмом внесения законопроектов, который нам разрешает закон. Вносит депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Евгений Алексеевич Федоров. Законопроект подготовлен о национализации Центрального банка. Значит, там в чем смысл? Ко всем формулировкам нынешнего закона о Центральном банке важнейшем дописана одна очень важная фраза. В том числе и правительство России. То есть не только Центральный банк что-то делает, но в том числе и по поручению правительства России. Этот законопроект можно найти на сайте Государственной Думы и полностью его прочитать. То есть в нем делается все то, что можно для того, чтобы подчинить Центральный банк правительству, лишить его независимости. Все, что можно сделать в этом направлении, изменив закон, но не изменяя Конституцию. Потому что Конституция меняется, ну, там, другой, так сказать, механизм, чем просто внесение закона. Но на самом деле, конечно, по-хорошему нужно изменять некоторые статьи Конституции. Однако давайте с чего-то начнем. Будет ли противодействие на этом вопросе? Ну, конечно. Это же то самое вот игла Кащеева, вот этот Центральный банк. Вопрос любому взрослому человеку понятный. У кого находится казна, тот и банкует. Тот и заказывает музыку. В данном случае, по словам казна, мы понимаем не нахождение денег какое-то, да, хотя даже те же золотовалютные резервы, а возможность создавать, имитировать деньги. Сегодня эмиссией в России занимается Центральный банк. И согласно закону ОЦБ, и по Конституции, который не подчиняется правительству. То есть, странная ситуация. Народ России выбирает законодательные органы, законодательные органы формируют правительство, а это правительство не может выпускать рубль. А рубль выпускают какие-то непонятно кому подчиняющиеся дядьки, которые сидят в своем Центральном банке, сами себе назначают уровень пенсии и вообще являются вещью в себе. И у которых, как мы уже с вами говорили, герб на наших деньгах не соответствует государственному гербу России. Почему? Потому что, согласно законам России, только государственные органы имеют право использовать государственную символику. Центральный банк не подчиняется. И поэтому там нарисована такая курица, немножко похожая на Дуглавого Орла, такие крылья опущены вниз. Ну и я уже писал, что, например, к Олимпиаде в Сочи выпускаются монеты. Там нормальный наш государственный герб, Дуглавый Орел, красавец. Но там написано уже другое. Там не написано Центральный банк России, там написано Россия. То есть следите за нюансами и все станет понятно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова